Снова в машине, снова в тепле. Продолжаем. Имеет ли для садоводства значение вот этой оккультурной сибирьки? Повторяю, это Телегония, это прямые контакты соседних роскошных, тут были роскошные сорта, это же Майна. Я когда-то называл Майну центр садоводства России. Не Барновол с институтом, не Абакан с институтом, не Минусин с это самое знаменитое опытным полем, вот. А именно поселок Майны с сотнями-сотнями любителей. Нигде не было такого количества на квадратный километр абрикосов, яблонь и так далее. И вот сейчас надо возрождать яблонь. Вы уже поняли, к чему я? Вот. Я пытаюсь продолжить разговор. Может это будет вторая серия, может быть вторую серию сделаю за компьютером. Фотографии у меня сотни, подходящая тема. В чем проблема? Я обращался к нескольким специалистам. Поначалу, да и сейчас он такой, кто дружит. Вот. И выяснил следующее. Где вы берете по двое. А санкции, ну известный питомник, не буду трепать его имени. А вот где вы берете по двое. К нам присылают семена. Принетки. А я говорю, а семейки, вот они, вот они. Вот о том месте, где мы разговаривали, в ста метрах. Нет, но полагается. У нас как-то было сказано, наверное, было сказано, что у нас регламент. Или как там, или косты. Простите, здоровья нет. Вот. Но с тех пор и до сих пор я занимался только прививками на вот такие вот семейки. Назовем их окультуре. Их много стало в тайге. Приезжал, когда ко мне к Курдюму. Я возил его и говорил, вот смотрите. Вот культурные осады, вот мы едем по Майне, мы ездили по Каракул. А вот прямо сразу за забором, смотришь, растут самостейные, никем не посаженные ранетки. А почему, откуда же они взялись? Ну, можно их назвать ранеткой. Можно назвать и дичавшими ранетками. Можно называть оккультуренные сибирки. И чем ближе к соседству с культурными, тем они крупнее. А чем дальше в тайгу, тем меньше. И мы имеем, первое я вам сказал, ареал, вот они сотни таких, оккультуренных ранеток, готовые по двое. Раз. Деревня Новодисейка. Посадили, как эти самые ранетки, они одичали так, что стали размерами. Посадите на свои ногти. Вот такого сейчас один размер. Я в фильме снимал, показывал. Садили с помпой, с детьми, с агрономами, с оркестром. Посадили очень большой сад, там, векторы, где-то, тысяча. Все это одичало. Вот. Это, ну, зато теперь это источник тех же самых полудиких ранетки, уже нельзя назвать. Одичавшие ранетки назовем. Второе место. Донсирование привело к тому, что выжившие питомники были вынуждены перейти на оборачивание и продажу саженцев. Ну, пора заканчивать этот разговор. Вот, что видел, то показал. Вот. Что видел, то показал. Тема очень злободневная, надо восстанавливать сады. Подчеркиваю, смысл этого разговора. Ни одна оккультуренная сибирка, назовем ее, одичавшая ранетка, можно так назвать. Потому что плоды все-таки разные. Вот, какие на пальцах, ногти, они же разные. От самого мелкого до самого крупного ногтя. Вот это все, ничего не пропало. Рядом были уничтожены тысячи неведомых болезней. Тысячи, тысячи. Все было, все было вот этих. Когда-то это бросалось в глаза, что кругом сгибались урожаи, сумасшедшие культурные яблоки. А потом смотришь, середина лета, и все мертво, стоят сухие. Вот. Я специально ездил по нескольким поселкам, по нескольким этим пригородам. Это страшно. Вот. Ах, это, наверное, грибы кто-то решил. Опять грибы виноваты. Чудо. До сих пор, я говорю, грибы вообще ничем не виноваты. Валить на них, опрыскывать деревья, спасая от грибов, глупая глупость. Это еще усугубляет. Ведь никто не понимает. Прыскайте. Яд же действует на все живое. Бактерии, основа плодородия, бактерии. А вы взяли, куда девается этот яд? Весь в почве. Ой, все, замолкаю. Вот. Поняли, о чем речь идет. Восстановление садов связано с этим. Я продаю немножко семян. Насколько там за зиму несколько сотен купят. Это и все. Вот. А надо восстанавливать всю Россию. Вот. Нет у нас таких волонтерских движений. Вот. Почему вы мне объясните, я никогда понять не смогу. Почему вот такие тихие, без промышленности поселки, вот. Почему прям на улицах не растут эти же абрикосы, эти же яблони, груши и так далее. Наладить их производство, на поток поставить, это как взять за основу такой сад, как у меня и моего сына Сергея. И тиражировать в тысячу раз больше, 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 больше. Вот. Еще скажу. Не могу я, может быть, уже полностью две небольшие серии вместо одной. Но ведь я точно знаю, в Буроцкому приезжали китайцы, рассказывали, покупают. Китайцы, то время, пока еще не сдохли наши дальневосточные плодопитомники, еще пока не сдохли. Они выкупали все садыцы, везли в Китай и раздавали людям, чтобы у них были витамины, чтобы они зубы не сыпали, чтобы они дольше жили. Раздавали. Еще раз. Не продавали, а раздавали. Вот. У меня есть еще один пример. Сейчас, правда, не модно называть слово Украина. Но я только о садоводстве. Вот. Деревня Змеевка. Когда это самое, когда-то я, пусть не часом, но там бывал. Родственники там. Заедешь, походишь по улицам. Вот. Береславский район. И одна длиннючая, длиннючая улица, там на километры. Вот. И вдруг, однажды, когда я приехал, чуть ли не последний раз, ну, похороны, скорбные дела, я увидел уже, я редко ездил, я увидел уже взрослые практически грецкие орехи. И они росли прямо на улицах. У людей не хватало, видимо. Ну, то есть, основой их жизни была картошка. Вот. Как говорила мне однородственница. Ой, картошки не выражай, буду голодоваты. Вот это мне резало слух, я запомнил. Вот. И они, жалея, видимо, место в этом, на картошельном поле, чтобы посадить то, что не так быстро даст урожай и прочее. Они садили на улице, и причем улица была такая широченная, я всегда удивлялся. А это, улица широченная. Вот посредине дорога. Так. И, о, посмотрите. Вот здесь, видите, вот это, вот так же. Только там было в три раза шире. Вот. Три вида посадили. Догадайтесь, что. Грецкий орех. И получается, каждый, видимо, садил, или кто-то специально посадил. Но, скорее всего, хозяева этих грецких орехов, эти же те, кто рядом дом, рядом калитка. Ну, я так прикидывал, между орехами где-то метром было по шесть. Так, длину, это три, шесть, шесть. Где-то два, к каждому получилось сад прирост двадцатью грецкими орехами. Они вырастают, ими торгуют. Вот и все. Вот. Даже это использовали. Когда-то, не знаю, зачем была такая сделанная широченная улица, когда каждый квадратный метр приносил людям картошку. Вот. Помните? Не выражая голодоваты. Вот это я еще хотел сказать. Это, правда, видите, я говорю о том, что у нас тоже земли хватает. Кто, когда засадит все это. Вот такие вот спальные районы, есть такое понятие, где нет этих. Ну, единственное, отравливают воздух автомобили. Ну, вот, несильные часто ездят. Вот, смотрите, вот они. Вот она улица. Сколько можно было бы добрать делать людям? Причем много, знаете чего? То, чем они требуют прививки. У меня в погребе сейчас около ста банок трехлитровых. Они довольно мелкие. Там от тысячи до двух. Вносит, получается, от ста тысячи до двухсот косточки лежат. Вы представляете, все это засадить? Ну, простите, я не могу быть уже этим самым альтруистом. Мне нужно, чтобы кто-то взялся за это дело. Буквально даже на государственном уровне, чтобы кто-то сказал, да давайте, наконец-то, мы избавимся от этой отравы. Сорок обработок за лето. В этих. Зайдите в любой магазин. Все есть апельсины, мандарины, яблоки, груши. Все есть. Все отравлено. Все, 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 все. Там и так. Не отравишь, не продашь. Не отравишь, не вырастешь. А у нас бы все это росло как само по себе. Дело в том, что у нас сейчас полная апатия. Полная. Я когда-то привозил с Украины целые веники этих черенков разных. И эти же, кто... Даже вот мы делились. Тут тоже, с кем мы живут сейчас. Вот. Прекрасные садоводы. С ними делился. Называю фамилии, значит, Бородич, самый знаменитый наш садовод. За садоводство орден получил. Сейчас такое немыслимо. Вот. Орден получил. С ним делился. Значит, это самое. С Бельтяевским делился. С... Господи, Боже мой. С Бондарем делился. Вот. Привозил. Когда я сюда... Слух железов черенки привез с Украины. И ко мне люди шли просто, чтобы взять заветный черенок. Брали черенок, у некоторых руки тряслись. Сейчас полная тишина. Все. За зиму. За каждую. Один-два приезжает за черенками с этого самого собакана. Один-два с Минусинска. И все. На этом. И больше ничего у нас нет. Вот. И все затихло. И теперь, чтобы нас накормить собственными фруктами. Которые росли бы на улицах. Абрикосы. 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 Абрикосы тут же украли, но, видимо, узнали. Есть такая, по случаю. Ну, кто умный, тот даже это поймет. Даже это поймет выражение или анекдот. Абрикосы. 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 Вот. Байкалова. Сошникова. Левицкого. И еще многих-многих сразу вот так вот к голову не приходит. Вот. Влился. Прошло время. Часть из нас ушла. Большая часть ушла в райский сад. Там теперь работает. Где-то в раю. Вот. Пришлось возглавить все это. Вот. Организовать, возглавить сотни передач по телевидению. По местному. Вот. На государственный уровень выйти не удалось. Приехало телевидение. Снимали целый день. Замучили меня. Вот. Должно было быть 30-40 сюжетов. А потом якобы им сказала телеканал. Не буду называть. Зачем врагов называть. Что известный телеканал сказал этим самым всем еще группе. Мы не можем. У вас не соответствует формат или что-то еще. Глупости. Сказки. Все это. На самом деле было не так. На самом деле все мы этим против ядов. Против опрыскиваний. Против. 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 Как еще скажу одно слово. Против. Подкормок. Значит. Если сюжет не предусматривает. Купите. 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 Не предусматривает возможность уговорить вас купить. Закупить пол магазина с еднохимикатами и удобрениями. И с инструментами. Значит. Такие передачи мне нужны. Все. Выговорился. До свидания. Друзья. Вот. Поехал я дальше. В деревню. Вот. Жизнь продолжается. Жаль, конечно, что. Опять повторю. Посмотрела бабушка порнофильм и сказала. Жизнь прожита зря. Вот. И моя жизнь с ее четырьмя книгами, написанными сотнями статей, вот, с 4500 учебных фильмов, я не преувеличил, это только мои, вот, 4500. Вот, вот, с этими сотнями тысяч семян оказался не нужен, не удел, не востребован и не раскручен по-настоящему. Вот. Наших людей там нет. Там царит только золотой телец. Купите, купите, купите. Покупайте фрукты. Сорок обработок за лето, за одно лето. Вот. Покупайте ядохимикаты. Мы вас научили калечить деревья. Покупайте ядохимикаты, лечите. Вот. А настоящее садоводство нет и уже, возможно, никогда не возродится. Первый этап. Это был невероятный феномен. Москва не знала, страна не знала. Я уже когда начал кричать с болью, но я уже начал кричать не феномен, я кричу. Феномен заканчивается. Прекратите учить убивать деревья. Вышел на трибуну с международной конференцией. Сами позвали. Только рот открыл. Прекратите. Что вы творите? Давайте это... Отключили микрофон. Как потом смеяли садовну недруги. Железо выгнули с международной конференции. Да не выгоняли. А вежливо попросили замолчать. Не по теме. Не может быть садоводство без искалеченных деревьев. Вот. И без покупки бесконечного количества ядов. Подкормок и прочее, прочее, прочее. Укредители, закрепители. Все, друзья. До свидания. Я выговорился. Продолжение следует...